Цветы – один из главных символов женского праздника. Хрупкие и нежные, как и прекрасная половина человечества. Городской театр буквально утопал в цветочных композициях. По мнению приглашенных, букеты внимания близких – лучший подарок в этот день. Я считаю, для женщины всегда приятно получить букет цветов. Женщина сама как цветок, а с весной она же вообще раскрывается. И внимание мужчины, то есть любимого мужчины или сына, или внука. 8 марта – самый лучший подарок – цветы. А вообще мужчина, то он любит своих милых, милую даму, любимую девушку, женщину. Это вот лучший подарок. Любовь. Цветы, чтобы встать утром, а дома было просто все блестело и наготовлено. И корзина роз стояла. Первоначальный международный женский день имел другое значение – борьба за равноправие, право избирать и быть избранной. Однако с годами он переродился и стал настоящим праздником для прекрасной половины человечества. Хранительниц, домашнего очага, дочерей, мам и любимых бабушек. У нас Анапа – это женское имя. И мы должны все знать, что самые красивые, умные женщины живут у нас. В нашем городе. Благодарю вам. Благодарю вам. Живет, развивается и процветает наш корот. Вам тепла и уюта в семье. Всего вам самого хорошего. Вы действительно приносите огромный вклад, как сказал Юрий Федорович, в экономику и культуру и политику нашего города-курорта Анапа. Невозможно словами выразить ту признательность, уважение, вот то восхищение тем, что вы делаете для нашего любимого города. В зале присутствовали женщины самых разных профессий. Учителя, врачи, экономисты и даже полицейские. С 8 марта их поздравили анапские творческие коллективы. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.